Здравствуйте! Я физик, занимаюсь физикой и буду вам рассказывать про физику. Точнее, физику твёрдого тела. Это такой раздел физики, который изучает зависимость свойств материалов от их структуры и состава. Поэтому вначале я вам напомню про атомную структуру, про то, как атомы соединяются в кристаллы. Расскажу про то, как электроны живут в кристалле. Это называется озонная структура. Почему так, вы поймёте скоро. И как это применяется на практике. Я буду говорить немножко про электрические свойства, хотя их много разных, но чисто потому, что все электрические приборы, все есть научно-технический прогресс основан на микроэлектронике, которая, в общем-то, основана на электрических свойствах. У меня две цели доклада. Первая, программа минимум, чтобы каждый понял, чем отличаются металлы от диэлектриков и полупроводников с точки зрения зонной структуры. Маленький спойлер, только зонная структура может отличить, сказать разницу, объяснить. И второе, я хочу вам рассказать работу некоторых известных вам элементов, таких как светодиод, солнечный элемент, термоэлемент, полупроводниковый лазер и немножко другие. Про транзисторы говорить не буду, хватит нам диодов. Итак, поехали. Первое, что нужно сказать? Атом. Вы все знаете, что он состоит из положительно заряженного ядра и облака электронов вокруг. Причём электроны обладают определённой энергией, только определёнными уровнями энергии. И поэтому говорят, что они располагаются на определённых уровнях. Между уровнями они находиться не могут. Чтобы перепрыгнуть с уровня на уровень, электронам нужна энергия, он её получает в виде фотона. Фотон — это квант электромагнитного излучения, то есть порция света. Чтобы электроны подняться на более высокий уровень, то есть уровень с большей энергией, ему нужно поглотить фотон с энергией равной разнице этих уровней. Когда он падает на более низкий уровень, он излучает лишнюю энергию в виде фотона с этой энергией. Отдельно нужно сказать про самую верхнюю оболочку атома, на которой располагаются определённые электроны, называемые валетными. Во-первых, они могут получить энергию и просто вырваться на свободу. Во-вторых, они могут создавать связи с такими же валентными электронами других атомов. Ну и с курсой химии все помнят, что валентность в разных химических элементах разная. И вот слово «валентность» нам ещё пригодится. Итак, атомы с помощью валентных электронов объединяются в кристалл. Кристалли занимают определённые положения. Это называется кристаллическая решётка, а положение атома называется узел кристаллической решётки. Решётку можно рассматривать как город, в котором есть дома, то есть атомы, и живут электроны. То есть живут, летают хаотично. Если мы приложим внешнее напряжение, то электроны стремятся в одну сторону, но при этом будут натыкаться на атомы, ну и отклоняться. Додонаправленное движение электронов называется ток, а то, что они отклоняются в процессе, называется сопротивление. Причём в атоме электроны отклоняются не только за счёт, собственно, атомов, но и за счёт дефектов. Что такое дефекты? Они будут разные. Например, может отсутствовать атом на своём месте. Он может быть где-то посередине, не там, не в узле. У нас может быть какой-то другой химический элемент попасть в систему, и это всё мешает движению электронов. Чем больше дефектов, тем меньше ток, тем больше сопротивления. Поэтому изучение дефектов в физике твёрдого тела — это очень важное направление. Только зная врага в лицо, можно научиться, в общем-то, противостоять ему или уменьшать его вред. Я вам рассказала тут про структуру, про электроны, но ещё ничего не сказала, откуда берутся эти электроны. И на это отвечает зонная теория. Ну, как вы помните, в атоме есть уровни, в кристалле есть зоны. То есть зона — это множество уровней, разница энергии очень-очень маленькая. Точно так же между зонами электрон не может существовать. Поэтому этот промежуток называется запрещённой зоной. Чтобы вырваться, как тут, чтобы вырваться, необходимо было получить определённую энергию. Так и здесь, чтобы вырваться из атома, нужно получить определённую энергию. Когда атом вырывается, ну, как вы помните, противостоять электроны, образуют связи. Если ему совершить энергию, они оторвутся и станут свободно бегать по кристаллу. А это как раз и будут те самые электроны, которые создают ток, про который я только что говорила. То есть, чтобы вырваться на свободу, им нужно преодолеть запрещённую зону. И тут, возможно, три ситуации. Первая — не то. Запрещённая зона будет очень большая. Электронов просто нет шансов её перепрыгнуть. Тогда в кристалле не будет свободных электронов, и ток протекать не будет. Это называется диэлектрик. Другая крайность — запрещённая зона будет равна нулю, или вообще эвалентная зона проводимости, то есть там, где кристаллы свободно бегают, будет пересекаться. Тогда все электроны в этом промежутке автоматически становятся свободными, ну и свободно бегают по кристаллу. Это называется проводник или металл. Посредине, между двумя этими крайностями, находятся полупроводники. В чём особенность? Во-первых, у них есть запрещённая зона, и она небольшая. У электронов есть возможность вырваться. Но, как вы помните, те электроны, которые становятся свободными, это же электроны эвалентные, а не те, которые образуют связи, химическую связь между двумя атомами. А если мы уберём один электрон из атома, атом станет положительно заряженным? Физики говорят так, ну, химики, то, что на месте электрона осталась дырка положительно заряженная. В неё может попасть какой-нибудь другой электрон, с другой связи, то есть дырка переместится. И поэтому физики говорят на зонной структуре, что эта дырка двигается в эвалентной зоне. Ну и можно представлять себе, как некоторые вакансии на работу. То есть один уволился, убежал на свободу, другой пришёл. Это такая вакансия, типа, свободное место занимать. Её можно занять электрон-эвалентной зоной, то есть другой связью. Или свободной, который мимо летал, свобода ему надоела, и он упал над дырком. Это зонная структура. Ещё один момент. Зонная структура нам проливает свет на ещё одну тёмную сторону дефектов. Они не только отклоняют, ну, мешают продвигаться электронам свободно, они ещё и заманивают их в ловушки. Что это значит? Если электрон пробегает мимо, ну, скажем, пустого места, он может в него упасть, как в яму, и застрять там. Чтобы из него выбраться, ему нужна снова энергия. То есть что это значит в зонной теории? Что в запрещённой зоне дефект создаёт маленький уровень. Электрон на него падает и застряёт. Чтобы выпрыгнуть обратно, ему нужно снова вот эту вот энергию получить. Но электрон, может, самое плохое то, что если рядом будет дырка, то электрон с неё вниз ещё упадёт. То есть мало того, что электрон попал в ловушку, он ещё упал на дырку, мы потеряли не только электрон, но и дырку. То есть целых два частицы, которые переносила ток. Поэтому дефекты не только отклоняют движение электронов, они ещё уничтожают носители заряда. Ну, а теперь можно переходить, собственно, к практике. Как это все эти данные используются? Ну, будем рассматривать на примере кремния. Кремний четырёхвалентный, создаёт четыре связи с окружающими атомами. Вот его зонная структура, классика полупроводников. Ну, мы возьмём и добавим в него фосфор. А фосфор, он пятивалентный. То есть его четыре атома создадут связи, а пятому связи не будет. Второй пары не будет. И он в такой грусти, печали, одинокости может очень легко оторваться от своего атома и брусжать по кристаллу. То есть он станет свободным. Как это названная структура рисуется? Ну, примесный атом, то есть это примес, это дефект, создаёт уровень в запрещенной зоне. Но так как на этом дефекте есть лишний электрон, то есть дефект заряженный, на нём располагается электрончик. Так как этот электрон может очень легко оторваться, ему много энергии не надо, то это расстояние от зоны проводимости очень-очень маленькое. То есть все электрончики с этих лишних атомов могут оторваться и пойти гулять. Возьмём другую ситуацию. Возьмём и добавим примесь, которая меньшая валентность. То есть бор, у него три связи. Три связи мы создадим, четвёртой не будет. А если нет недостаточно электрона, то вы уже знаете, что это дырка. То же самое, у нас есть примесный уровень, но только теперь считается, что эти электроны, которые должны были быть здесь, находятся на этом уровне. То есть вместо них есть дырки. То есть вот так вот просто на ровном месте, добавляя разные химические элементы, мы меняем количество проводящих электронов в металле. То есть у нас был просто материал, в котором их не было, а теперь мы можем добавить сюда 10, 100 миллионов, сколько нам надо и получим такую проводимость, которую нам надо. Но это только начало. Самый трэш начинается, когда мы этот полупроводник и этот садим вместе. Вот что получается. Ну тут некоторая есть магия, которую я объяснять не буду, потому что сейчас слишком долго. Но примите на веру, что вот этот уровень примесный в одном материале и в другом совпадает. То есть вторая линия, а всё остальное просто смещается. Что получается? Если мы приложим напряжение, ну там тут минус, тут плюс, электроны у нас побегут и сборки будут спускаться и бежать дальше. Дырки точно так же будут двигаться, только они будут всплывать. Это же пустое место, оно легко может всплыть. Но если мы ток поменяем местами, у нас получится, что электроны будут бежать, подбегать. А чтобы запрыгнуть сюда, им нужна вот эта вот энергия, которую надо где-то брать. Если её брать негде, то они тут и будут застревать. То есть ток у нас не будет течь. И так мы получили просто, это называется полупроводниковый диод. Что ещё можно с этой простой структурой манипуляции делать? Не будем пускать ток, будем её освещать. Светом, который будет больше запрещённой зоны. Он падает, выбивает электроны в зону инвалентной, в зону проводимости. И тут и тут выбивает. Но что получается? Если электрончик выбился здесь, он скатится вниз. Электрончик, который здесь выбился, здесь останется. Но эта дырка поднимется вверх. То есть у нас дырки будут тут собираться, электроны будут здесь собираться. Подводим два провода, подключаем лампочку, у нас будет гореть свет. То есть это солнечный элемент. Третий момент, который может тут играться. Не будем освещать, но опускаем ток. Но делаем этот переход очень узеньким и очень сдвинутым. Так, чтобы это расстание было очень маленьким. Тогда электронам здесь вообще бегать не имеет смысла. Они сразу будут падать, электроны будут бежать сюда, дырки будут бежать сюда. И здесь, как вы помните, если электрон упадёт на дырку, он исчезнет и выделит вот эту вот энергию. Мы получаем светодиод, который будет излучать свет величиной равной ширине запрещённой зоны. Тут на самом деле можно ещё много чего рассказать. Например, полупроводниковый лазер. Тот же самый светодиод, но только там есть хитрость. Мы подгоняем, мы накачиваем систему электронами. То есть их много-много собирается, потом они резко падают. И у нас выделяется резко много света, но там ещё есть некоторые нюансы. И в конце концов получается не просто светодиод, а именно лазер. В общем, что тут ещё можно сделать? Можно вот это вот забыть про вот это вот, поговорим только про это. Сделаем эту зону очень маленькой. Маленькая, значит, называется небольшая энергия, чтобы выбить электрончики. Небольшая энергия — это инфракрасное излучение, то есть тепло. И ставим куда-нибудь в костёр. У нас получается, что чем больше температура, тем больше электрончиков будет выбиваться, и тем больше ток будет течь. То есть мы получаем датчик температуры. То же самое берём тот же кусочек, только зону побольше, которая соответствует видимому свету. И ставим, чтобы она светила там, где нам надо свет измерять. То же самое выбиваются электрончики, и мы видим, есть у нас освещенность или нет. То есть вот это всё, то есть один кусочек полупроводника — это просто все датчики, которые только вы можете себе представить. В метро, когда вы проходите через турникет, и они там закрываются. Вот стоят эти датчики, которые реагируют на то, что свет пропадает. В общем, что я вам рассказала. Я вам напомнила, что куалат нам кристалл, зонная теория. Мне некоторые применения показала. Хочу сказать как вывод то, что физика твёрдого тела — это огромный раздел физики. Физики твёрдого тела изучают структуру, зонную структуру, свойства. Они ищут методы манипулирования структурой зонной и кристаллической, чтобы получить новые материалы, которые дадут нам в руки новые возможности, новые технологии. Спасибо за внимание.